МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите «Ноябрьск-24» и сейчас о главных темах минувшей недели. Настоящая чертовщина. Почему на кладбище из ниоткуда появляются венки и в никуда пропадают надгробья делорук нечисти или нечистивых сотрудников? Было жарко, спасатели начали подготовку к пожароопасному сезону, как планируют бороться со стихией в этом году. И ущерба на 39 миллионов. На Ямале за руку пойманы больше сотни взяточников, сколько в среднем берут коррупционеры за свои услуги. До первого месяца лета осталось совсем немного, и в самом разгаре подготовка к оздоровительному отдыху детей. Более 14 тысяч юных ямальцев этим летом отдохнут на территории округа и за его пределами. 6 тысяч детей проведут свои каникулы на юге Тюменской области, Черноморском побережье, в средней полосе России и Болгарии. Для тех, кто не сможет выехать, на Ямале организуют 114 лагерей с дневным пребыванием детей, 32 летние площадки, 5 палаточных лагерей и 1 труда и отдыха. Кроме того, за лето планируется провести около 30 туристических маршрутов. В состав группы в обязательном порядке входят медицинские работники и профессиональные инструкторы. Транспорт проходит обследование сотрудниками ГИБДДА. Если дети станут передвигаться на двух и более автобусах, то их должны сопровождать патрульные машины. Тем временем проверка безопасности пришкольных лагерей уже началась. Пожнадзор намерен тщательно проинспектировать все площадки. Их готовность и соответствие требованиям пожарной безопасности инспекторы будут проверять перед началом каждой смены. Профилактические беседы проведут и с педагогами. Замначальник Департамента образования Александр Михайлов отметил, что все необходимые мероприятия в школах уже выполнены. По данным Пожнадзора, из 50 объектов образования, существующих в Ноябрьске, нарекания есть только к одному. Это детский сад Синегласка. Согласно предписаниям, устранить нарушения Департамент образования должен уже к июню. Готовится к лету и спасатели. Ноябрьское лесничество совместно с сотрудниками МЧС и Ямалспаса провели учение по ликвидации лесных пожаров. При помощи спецтехники на озере Ханто они ликвидировали условное возгорание. Тем самым проверяя свою готовность к пожароопасному сезону. Как справились огнеборцы и какие прогнозы делают специалисты на предстоящее лето, выяснил Антон Морев. По легенде учений, на территориях подконтрольных Ноябрьскому лесничеству начался лесной пожар. На место ЧАЭС при координации единой диспетчерской службы выехали наряды МЧС и Ямалспаса. Площадь возгорания превысила уже 150 гектаров. Конечно, воспроизводить в реальности такую ситуацию не стали. Ограничились одним полутораметровым костром. В остальном все как в реальной жизни. Пока тракторы роют противогневую траншею, пожарные заливают место возгорания из всех подручных спецсредств. Главное оружие – ранцевый лесной огнетушитель и бронспоид. Впрочем, далеко не всегда в реальной ситуации пожарная техника может прийти на помощь спасателям. В отличие учения от реальных пожаров тем, что там непредсказуемая ситуация. Во-первых, там объемы, там какая местность, то есть какой-нибудь беломошник, либо поймы, болота и все остальное. То есть все зависит просто от сложности. Лесные пожары – реальная угроза для нашего округа. Пусть и не такая масштабная, как до средней полосы России. Вспомнить хотя бы прошлый год – площадь отдельных возгораний достигала 200 гектаров. Самое страшное для спасателей – это верховые или, по-другому, повальные пожары. Скорость огненного вала может превышать 30 км в час, в зависимости от ветра. Любой пожар вообще, это создает конвекционную колонку, тепловую конвекционную колонну, и эта конвекционная колонна поднимает вверх все горящие вот эти вещества, легкие горючие вещества, и дальше уже распространяется ветром на дальние расстояния. Поэтому с лесными пожарами очень сложно. В 2012 году у нас очень серьезное положение было с пожарами, и выгорело очень много, более 14 тысяч гектар. Территория подконтрольная ноябрьскому лесничеству гигантская – почти 14 миллионов гектаров. Быть готовым к любому развитию ситуации жизненно необходимо. Прогнозы более чем на 4 дня никто делать не решается, а потом переоценить необходимость подобных учений и важность слаженной работы служб попросту невозможно. На данный момент все действия поэтапно отработаны, слажены. То есть каждая служба показала свои возможности. Это как лесхоз, как Ямал-Спас, соответственно и пожарная охрана. Отработали свои вопросы, все было на оценку хорошо. Пожароопасный сезон в нашем округе уже официально стартовал. Главное, к чему призывают огнеборцы, это бдительность самих жителей города и, безусловно, бережное обращение с огнем в лесах. Ведь человеческий фактор – наиболее частая причина возгораний. Антон Морев, Наиль Нафиков, Александр Иванов, ноябрьск-24. 102 преступления и 39 миллионов рублей ущерба – таковы коррупционные. Итоги первых месяцев этого года цифры были озвучены на заседании комиссии по противодействию. Коррупции в Янао провел его лично губернатор Дмитрий Кабулкин. При этом число преступлений такой направленности выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего ямальцев ловят на даче взяток. 61 факт. На втором месте – получение взяток. 18 случаев. В 14 речь идет об особо крупном размере. По словам начальника управления МВД по Ямалу, средняя сумма взяток составила 839 тысяч рублей, в то время как по России эта цифра в два раза меньше. Сегодня в суд уже направлено 31 уголовное дело, а к ответственности привлечены 15 должностных лиц. На городском кладбище уже который год творится настоящая чертовщина. Из ниоткуда появляются венки и в никуда пропадают памятники и надгробья. Одна из жительниц города боится однажды просто не найти могилку покойной матери. Мистика, недоразумение или человеческая алчность? Ксения Епишева продолжит. Таинственное перемещение памятников, появление совсем свежих могил среди старых захоронений. Настоящая чертовщина творится на городском кладбище, уверена жительница города Наталья Кузнецова. Уже несколько лет подряд женщина пытается буквально отстоять кусок земли, где похоронена ее мать. Вообще началась история с этой могилки. То бишь нашу сдвинули могилку, сдвинули, там было ограждение. Видите, лавочки даже брошенные сверху, сдвинули и на проходе, получается, сделали захоронение. То есть, если бы не пройти на могилку, мне надо здесь пройти. Сначала сдвинули ограду, потом, после череды разбирательств, вернули на место. С тех пор, а прошло уже больше трех лет, сюда с завидным постоянством несут цветы и венки. Так Наталья с удивлением для себя узнала, что у ее матери, которая растила двух дочерей, появилась сноха. О существовании таинственной родственницы стало известно после того, как на могиле появился венок. Каждый год, вот видите, мы не смогли это драть. У нас постоянно могилка, каждый раз засыпано венками. Ни одним, ни два, ни три. Здесь вот все было засыпано, мы каждый раз наводим порядки. Таким образом, предполагает Наталья, кто-то пытается вычислить, ухаживают ли за могилой. Место здесь удобное, рядом со входом, да и могилки весной не заливает талой водой. Современных мрамотных монументов среди старых, еще советских времен памятников с каждым годом, по словам женщины, становится только больше. И теперь она переживает, что однажды просто не сможет найти могилу матери. Тем более, что такая участь, по мнению Натальи, уже постигла захоронение мужчины, чей памятник она обнаружила в куче снега за оградой. Могилу покойного мы так и не нашли. Он бросен не с лета, видите, он на сугробе стоит. Мы начали смотреть по сторонам на захоронение. То есть с 89-го года, с 90-х годов здесь идут захоронения. Откуда вот захоронения? 16-17 год. Откуда они здесь берутся? Сходу найти место с захоронения не смог и один из работников кладбища. Единственное объяснение – старый памятник родственники заменили на новый, мраморный. А железный до мусорки не донесли. Летом наводится порядок, это все убирается. Но это мы и разберемся, посмотрим, что как. То есть это может быть как, это с прошлого года или когда это? Это с прошлого года, значит, да. А где найти теперь его-то могилу? Если здесь, значит, наверное, он должен быть где-то здесь рядом? Да, это оттает, это все найдется, конечно. А мраморный-то памятник, наверное, мы должны где-то увидеть. Поэтому у нас архивы есть. Найдем по архивам где захоронение и найдем все. Откуда на могиле матери Натальи постоянно берутся новые венки, тоже тайно покрытые мраком? Объяснить их появление работники кладбища не смогли. Может быть, друзья, родственники, старые какие-то друзья. Ну, наши работники никуда ничего не складывают. Если старые венки, мы их, соответственно, складируем, вызываем машину и утилизируем. Опасения женщины относительно появления новых захоронений на месте старых в ритуальной службе называют беспочвенными. Действительно, среди могил начала 90-х могут появиться свежие. Но в исключительных случаях и только если нормы позволяют. Мы проводим захоронение, где есть, где позволяет место. То есть для одного человека выделяется место 2,50 на 2. Это 5 квадратных метров. В любом из секторов, и в 5, 6, 1, 20, в любых местах по желанию родственников, в волеизъявлению, по просьбе мы делаем захоронение, проводим захоронение. Чтобы не мешать, соответственно, что в следующем захоронение. Все зависит от количества денег, которые мы дадим. Ну, мы сказали, что да, как бы... Готовы? Да, мы готовы заплатить. Вот. И нас завели вглубь кладбища, где прям старенькие могилки. И между могилок мы начали выбирать место. То есть он сказал, что где-то уберутся веночки, где-то как будто они могут подвинуть. За 5 тысяч рублей Алена с семьей смогли выкупить место для покойного дяди. Их хоронили в октябре 2016-го. То, что предложили на окраине кладбища, семью покойного не устроило. Тяжело подъехать. Да и побоялись, что весной могилу затопит. Бесплатно предлагают вон ту вот песчаную насыпь, с которой будут плыть памятники потом и оградки, и укладка, и все остальное. То есть деньги берут не стесняясь. И, конечно, вот в такие моменты даже не призадумываешься, вот правильно ты делаешь, да я эту сумму, или нет. Или стоит куда-то обратиться. Но на практике никто никуда не обращается. И факты эти так и остаются своего рода секретами. Мистическое все-таки место, городское кладбище. Венки неизвестного происхождения, перемещение могил, платные услуги, которых, уверяет руководство, быть не может. После того, как история Натальи Кузнецовой получила огласку в интернете, и СМИ в ритуальной службе провели внутреннюю проверку. Нарушений, говорят, не нашли. У нас люди давно работают, они понимают, что это, в первую очередь, на кладбище это людское горе. Это не какая-то продажа идет, а это людское горе. И мы стараемся, чтобы всем людям оказать любую услугу по захоронению, и чтобы не было никаких инцидентов неприятных. Ксения Епишева, Александр Паханов, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. Несмотря на то, что проверка не выявила нарушений, ситуацию взяли на контроль в администрации города. При необходимости власти готовы принимать даже кардинальные решения. К слову, последняя смена руководства на муниципальном предприятии прошла в ноябре 2016-го, уже после того, как Алена с семьей купили место под захоронение. Что касается старого памятника, который вызвал подозрения у Натальи Кузнецовой, в ритуальной службе продолжают настаивать. Родственники сменили надгробье на современное, а прежний памятник выбросить забыли. Люди ставили новый памятник, а этот памятник они оставили своему или дедушке, или бабушке. И попросили, что его не убирать, не выбрасывать на мусор. Они попросили, он не мешает, не мешает, он уже все здесь, если не ошибаюсь, лет пять. В ритуальной службе также обязались выдать Наталье документы на захоронение матери. Для этого женщине нужно написать соответствующее заявление. От безработицы к предпринимательству в Центре занятости населения с 2009 года помогают людям создать собственное дело. В рамках программного мероприятия выделяют 88 тысяч рублей на организацию бизнеса. За 9 лет финансовую помощь уже получили 230 человек. С теми, кто воспользовался программой, встретилась моя коллега Оксана Зайчукова. Наталья Дейнеко 10 лет работала на крупном предприятии. Затем решила, что занятость с утра до вечера – это не для нее. Хотелось больше уделять времени себе и детям. Так и пришла мысль открыть свое дело. В Центре занятости рассказали о существовании программы помощи для начинающих бизнесменов. И девушка рискнула. Вопрос, в какой сфере организовать бизнес, не стоял. На руках уже были сертификаты о прохождении курсов массажа и депиляции. У меня высшее экономическое образование, мне не составило труда составить бизнес-план. И после этого была комиссия, рассмотрение, решение. Как результат одобрения получила грант, закупила продукцию, открыла ИП. Я дальше планирую расширяться в этой сфере, углубляться где-то в свои знания. То есть мастер никогда не должен стоять на месте, он должен учиться развиваться, самосовершенствоваться. За 9 лет финансовую помощь получили более 200 человек. Они не только открыли свое дело, но и организовали 31 рабочее место. Стать участником программы может только безработный, состоящий на учете в Центре занятости. Сначала кандидат должен пройти специальное тестирование и только после этого составить бизнес-план и защитить его на заседании комиссии. Комиссия больше обращает внимание на востребованность бизнес-плана конкретно для нашего города. То есть какую нишу он займет, вообще востребована эта услуга, не востребована, конкурентно способен этот бизнес-план в рамках нашего города. В Центре занятости отмечают, интерес к программе только растет, а проекты участников становятся все интереснее. В этом году на заседание было представлено 17 бизнес-планов. Финансовую помощь получили только 8. Теперь им предстоит отчитаться, на что были потрачены деньги. К сожалению, 6 бизнес-планов у нас отказали заявителям только потому, что нехватка денежных средств. Остальным у кого-то не совсем удачный бизнес-план, у кого-то неверные расчеты были сделаны, у кого-то, допустим, в наличии у этого человека востребованная профессия на рынке труда, и в принципе он может и трудоустроиться по имеющейся профессии. Проходите, да, конечно. Здрасте. Добрый день. Что у вас? Я хотела бы повточку переделать. Анна Холоднюк с детства любила шить. Сначала окраила вещи для семьи и друзей, потом на заказ. Узнав о программе самозанятости, решила открыть свое ателье. Бизнесу всего пару недель, но Анна уверена, у нее все получится. И другим советуют не бояться. Верить в свои силы надо. И если долго думаешь, мечтаешь о своем деле, надо стремиться. Я думаю, что здесь ничего сложного нет. Любой человек сможет, если сильно захочет. Возможность реализоваться, заработать на любимом деле, ни от кого не зависит. Вот основные преимущества, которые отмечают участники программы. В этом году лимит финансирования уже исчерпан. Однако начать подготовку и заявиться на следующий, будущие бизнесмены могут уже и сейчас. О необходимости привлечения молодых профессионалов в Арктику говорил на неделе и губернатор Дмитрий Кобылкин на заседании Совета Единой России. Глава региона озвучил свое предложение, представив аналитику о потребностях округа в новых профессионалах. В частности, он привел в пример проект Ямал-СПГ, на объектах которого сегодня задействовано порядка 30 тысяч работников. Рост произошел буквально за несколько лет, и это только на одной промышленной площадке. Будущие проекты, особенно инфраструктурные, приведут большое количество молодых ребят именно рабочих профессий, высоко квалифицированных рабочих. Сегодня на одной только ямальской стройплощадке и крупного объекта работает 30 тысяч человек. Если будет 100 тысяч рабочих мест, создано в Арктике, это уже 1 миллион 400 тысяч мест в других субъектах. Профессионалы нужны и армии. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий выпускникам СУЗов проходить военную службу по контракту вместо обычной срочной. Ранее такое право было только у тех, кто получил высшее образование. 21 апреля этого года, то есть президентом Верховным Главнокомандующим был подписан закон, а точнее поправки 53-й фирменный закон о воинской обязанности военной службы, что граждане, получившие среднее профессиональное образование, теперь могут, не дожидаясь призыва, сразу идти на военную службу по контракту. Новый студентом Ноябрьского института нефти и газа сообщил инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Максим Ющенко. Ранее такое право было только у призывников с высшим образованием. Закон направлен в первую очередь на привлечение вооруженной силы людей с необходимыми для армии специальностями. Контрактников в армии в ближайшем будущем должно стать больше, чем граждан, пришедших туда по призыву. Это важная часть формирования высокопрофессиональной армии, оснащенной современной техникой. Служба срочника длится год, контрактника 2-3, зато у последнего и привилегий больше. У вас не будет такого в 6 утра подъем, зарядка и всякие работы, мероприятия, 22 часа отбой нет, отставить. Военнослужащий по контракту в 8.30 приходит на службу, а после 6 он уходит в службу. Он может выходить в город спокойно, заниматься своими гражданскими делами. Ему не обязательно сутками сидеть в части. Это если совсем просто нет жилья, он может жить в части. Денежное удовольствие профессионального защитника страны как минимум в 10 раз больше, чем у срочника. Начальная цифра 20 тысяч рублей и до 65 тысяч. Бесплатное питание, обмундирование, медицинское обслуживание, ежегодный отпуск. По мере выслуги лет, возможность участвовать в накопительной потечной системе для военных. И самое главное, у контрактника есть право выбора рода войск. Ему не обязательно дождаться призывного периода. Он может сразу, имея диплом, обратиться в пункт отбора по контракту и проходить отборочные мероприятия. Преимущество в том, что он может выбрать место службы. И его желание кандидата учитывается. То есть, если, допустим, он захотел служить в Перми или в Екатеринбурге, мы туда его постараемся и отправить. В аудитории не только парни. Служба по контракту – тема интересная для студентки первого курса Дарьи Остаповой. Девушка настроена серьезно и в скором будущем видит себя в рядах военных. Мне довольно-таки эта тема интересна, так как я хочу служить. Мне привлекает там дисциплина. Я с самого детства приучена к дисциплине, к военной. Начиная от бабушки, прабабушки, заканчивая братом. У меня все служили, и я также хочу служить, как и все. Но для девушек есть дополнительные условия – наличие медицинского или технического образования и ходатайство от командира части, в которой она будет служить. Все больше молодых людей выбирают службу по контракту. Защищать родину – это не только патриотично, но и престижно. Военнослужащий получает достойную зарплату и находится на полном государственном обеспечении. И отбор, соответственно, кандидатов очень серьезный. Самый первый пункт – собеседование. Какое получил образование, где служил и нет ли судимости? На вопросы отвечает Эдуард Резванов. Эдуард, вы судимы? Нет. Для всех кандидатов требуется проверка в Министерстве внутренних дел, в органах полиции, как в Салихарде, так и в Ноябрьске. Если вдруг окажется, что у вас были какие-то правонарушения, то мы все равно узнаем. И судимостью на вооруженные силы мы не берем. В прошлом у парня служба на авианосце в военно-морском флоте. Пожив три года на гражданке, понял – хочет вернуться. Причем в этот раз на подводную лодку. Стабильность и льготы предоставлены нашей страной. И это, конечно же, престиж, безусловно, потому что служить своей стране – это огромная ответственность и почет. Впереди еще медицинская комиссия, психологическое тестирование, физподготовка. Отбор серьезнее, чем на призыв. Все это проходил и уже служит третий год Антон Путятов. В феврале он приезжал в отпуск в родной город. В армию не за деньгами пришел. Нравится мне эта работа. Порядок дисциплина. Люди здесь хорошие. Коллектив просто потрясающий. Через многое здесь приходилось проходить. И ни разу, ни разу не было оставлено в беде. Одни мечтают о десантуре, другие – бороздить моря, третий – видят себя танкистами. Ноябрьцы служат в разных родах и видах войск. С начала года о своем желании стать профессиональными защитниками страны заявили 47 молодых людей. Из них половина уже в строю. В среднем на прохождение всех отборочных мероприятий уходит до одного месяца. Так что если испытание Эдуард Резванов пройдет успешно, уже в июне у него начнется новый этап в жизни. Трудный, ответственный и в то же время романтичный. Ольга Попова, Наиль Нафиков, ноябрь с 24. Весна разбудила медведей. На этой неделе появились первые фотосвидетельства пробуждения о косолапах в социальных сетях. Снимок сделал один из жителей Ноябрьска, находясь в районе Вангапуровского. На фото не само животное, а только его свежие следы на песке. В службе охраны биоресурсов нашему корреспонденту пояснили, что время пробуждения медведей после зимней спячки зависит в первую очередь от погоды. На севере эти хищники могут проспать вплоть до июля. Однако пробуждение в мае это вполне нормальное явление. А потому горожанам, которые уже сейчас выбираются в лес, стоит быть осторожнее. Предупреждения в основном касаются охотников. Сезон открыт, однако любители пострелять смогут это сделать не везде. Так, через КПП производственных объектов Ноябрьска и Нефтегаза проехать какое-то время не получится. Здесь усилили меры антитеррористической и противопожарной безопасности. Запрет касается и рыбаков. Речь идет о тех, кто собирается проехать через пропускные пункты. Если вы передвигаетесь пешком, никаких проблем не возникнет. Наш эфир продолжит прогноз погоды. Новости культуры и спорта. Не переключайтесь. Новости культуры и спорта.